Давайте помолимся сначала. Господь, спасибо, что мы можем быть здесь, Господь, и мы можем славить Тебя, Господь. Спасибо, что мы можем познавать Тебя, Господь, через Слово, Господь, через все, что мы делаем, Господь, через благовестие, Господь, через молитву, Господь, через чтение Библии, Господь. Спасибо, что даешь нам эту возможность познавать Тебя, Господь. и во имя Иисуса Христа, Господь. Сейчас, пожалуйста, благослови это слово вступления, Господь, мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Сегодня, ну не только сегодня, вообще рассуждал о тех вещах, к которым люди стремятся в этом мире, и к которым, ну иногда даже мы стремимся в этом мире, да. И некоторые из этих вещей, точнее многие из этих вещей, как Соломон говорит, то, что они суета. И давайте мы прочтем, да, это Екклесиас, вторая глава, и начнем прямо с первого стиха. «Сказал я в сердце моем, да, испытаю я тебя весельем, насладись добром, но и эта суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что она делает? Сдумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должны были бы они делать под небом немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела, построил себе домы или домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для оращения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разное музыкальное орудие. И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. «И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я отказывал им». «Не отказывал им, прошу прощения». «Вы со мной, слава Богу». «Я не отказывал им, не возбранял им сердце моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я делаю их. И вот все суета и томление духа, и нет от них никакой пользы под солнцем». Да, слава Богу за то, что Господь нам дал Соломона, и за то, что все его, как он говорит, дела, они есть в Библии, и мы можем видеть это, и мы можем видеть его результат, да, его вывод из всех его дел, да, которые он делал. Он говорит, что они все суета. И также в жизни многих людей на этой земле, они могут делать что-то, они могут думать, что это важно, что это необходимо им, не знаю, пытаться достичь каких-то просто необозримых богатств, купить самую лучшую машину, построить пятиэтажный дом и так далее. Но Соломон говорит, что я все это уже сделал. И без Господа, без познания Господа, это просто все суета. И к филипийцам, в 3 главе 7 по 8 стих, также можем тоже открыть, и Павел говорит, что Павел говорит, да, у меня была репутация, да, у меня были различные звания, я был евреем из евреев, у меня был такой объем знаний этого мира, объем знаний религии, но он говорит, что это все суета. Без познания Иисуса Христа, это все суета. И я почитаю это, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. И не поймите меня неправильно, я не говорю, что нужно отказаться полностью от работы, не ездить на машинах и так далее, не жить в домах, не знаю, жить в каких-то трущобах, нет. Просто смысл в том, что без познания Иисуса Христа это все не имеет смысла, потому что это первостепенное, то что, это самое лучшее то, что мы можем делать на этой земле, познавать нашего Господа Иисуса Христа. И вторую часть, которую я хотел отметить, то что порой нам, как верующим, может показаться, что наше служение, это щита тоже. Такие мысли иногда могут прийти в нашу голову, и мы можем подумать, вау, а что я делаю, как бы, что происходит. И Господь нас ободряет, это в 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не честен перед Господом. Господь говорит, точнее, да, Господь говорит через апостола Павла, то, что вы делаете, то, что вы молитесь за ваших близких, то, что вы выходите на благовестие, то, что братья сюда выходят и делают вступление, то, что пастырь готовит проповеди, это все не щита, это все драгоценно, и будьте тверды, непоколебимы, потому что труд ваш не честен перед Господом. Хотел бы причитать также биографию одного миссионера, буквально его части, возможно, некоторые из вас уже слышали эту биографию, но просто хотел бы повторить, потому что меня это очень ободрило. Миссионера зовут Генри Моррисон. Миссионеры Генри Моррисон и его жена 40 лет провели в Африке, проповедуя Слово Божие разным диким племенам. И несмотря на то, что результаты их труда не были супермасштабными, они всецело были посвящены своей миссии. В Африке они открыли новую церковь, служили больным и помогали бедным людям. И вот, как говорится, на старости лет семья Моррисон решила вернуться назад домой в Америку. Плавя на корабле домой, Генри начало подкрадываться разочарование. Так, в один из дней, будучи в подавленном состоянии, он сказал своей жене, «Что-то не так с нашим служением. Почему мы столько лет служили Богу, но никто по-настоящему не оценил наш труд? Может, это потому, что результаты нашего служения не такие масштабные, как и знаменитого миссионера Дэвида Левингстона? После стольких лет служения у нас сейчас нет ни финансов на проживание, ни заработанной пенсии, наше здоровье подорвано, и у нас даже нет своего дома. Но когда корабль, на котором они плыли, начал заходить в гавань Нью-Йорка, то миссионеры были удивлены тем, какой сюрприз их ожидал. Еще издалека они увидели специально возведенную платформу, на которой стоял духовный оркестр, и тысячи людей, которые размахивали флажками, ожидая их прибытия. У Генри моментально поднялось настроение, и он сказал своей жене, «Мы не забыты, мы думали, что мы никому и не нужны, что никто о нас не вспомнит, но посмотри, какой прием устроил нам город по возвращении домой». Но внезапно восхищение Генри угасло, когда он увидел, что с верхней палубы, в окружении охраны, начал спускаться президент Адор Рузвельт, который находился в Африке на охоте и теперь возвращался на том же корабле домой. Когда президент вступил на землю, заиграл оркестр, посыпались бурные аплодисменты, и тысячи людей, размахивая флажками, радовались его прибытии. Разочарование Генри вдруг стало еще больше, чем было до этого. В подавленном состоянии он вместе со своей женой они незаметно спустились с палубы, обошли радостную толпу и направились в однокомнатную квартиру, предоставленную им христианской миссией. Распаковывая свои вещи в старой и грязной комнате, Генри сказал своей жене, «Это несправедливо, никто не ценит наш сорокалетний труд, Бог, наверное, забыл о нас». Да, и как недавно проповедь была, Бог о нас не забывает, да? Аминь. И тут жена ему посоветовала, «Генри, а почему бы тебе не уединиться, не задать себе свои вопросы Богу?» Какая замечательная жена, да? Что ты мне эти вопросы задаешь? Иди и задай эти вопросы Богу, поговори с Богом, помолись. Генри решил послушать совет своей жены, аминь, и закрылся в спальне для молитвы. Но не прошло и десяти минут, как он вышел из комнаты сияющим лицом. «Что случилось?» – спросила жена. «Я рассказывал Богу о том, что у меня на сердце. Я сказал ему, что чувствую горечь, потому что этот человек, который вернулся с охоты, был встречен с большой толпой людей, которые аплодировали ему. А когда я, который сорок лет прослужил тебе в другой стране и вернулся домой, то никто даже не встретил нас. И тут вдруг почувствовал, как кто-то, как будто бы положил руку на мое плечо и тихо сказал, «Ты еще не дома». И мы с вами еще не дома. Мы можем не видеть результаты трудов, результаты того, что Господь делает через нас сейчас, но мы увидим позже, потому что Господь говорит, что мы еще не дома, мы странники и пришельцы на этой земле. В Евангелии Теяна 13, 13 глава 6 по 7 стих Иисус говорит, Он подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему, «Господи, Тебе умывать мои ноги». Иисус сказал Ему в ответ, «Что Я делаю сейчас, Ты не знаешь, а уразумеешь после». И так же и в нашей жизни, то, что мы можем сейчас не видеть плоды. Да, Господь иногда дает нам видеть плоды наших молитв, нашего благопестия сразу же, когда человек принимает Иисуса Христа или когда человек исцеляет, за которым мы молились. Но если этого не случилось сейчас, в этот момент, то мы обязательно увидим плоды позже. Если не в этой жизни, то на небесах обязательно увидим плоды. Все полностью. Кто-то, возможно, подойдет к вам и скажет, «Вот ты мне сказал, что Бог любит меня, и я принял Иисуса Христа потом. Спасибо тебе». И я еще так же подумал о родителях. Родители, спасибо, что приводите детей своих сюда. И это на самом деле одно из самых... Это самое лучшее место, куда можно детей привезти, это тело Христа. Дети здесь получают... Они изучают Слово Божие, они возрастают. И никогда не думайте, что эти вклады напрасны. Никогда не думайте, что когда вы за детей молитесь, это какие-то напрасные вклады, потому что Господь говорит, если вы сейчас не видите результаты, то обязательно увидите позже. И когда мы молимся также за родных и близких, которые, возможно, еще не знают Иисуса Христа, Господь говорит, что ваш труд не тщетен, ваш труд не напрасен, а вашу молитву не напрасну. Вы обязательно увидите плод в будущем. Аминь. Господь, спасибо Тебе за то Слово, которое мы услышали, Господь. Спасибо, что мы здесь, Господь. И это все не тщетно, Господь. Мы здесь, мы слушаем Твое Слово, Господь. И Ты насыщаешь нас, Господь, Твоим Словом, Господь, Словом благодати, Господи, Словом любви, Господь. Господь, и спасибо, когда, Господи, люди принимают решение, Господи, приходить, Господи, в среду, когда люди принимают решение, Господь, идти в библейский колледж, Господь. Нет ничего, Господи, лучше того, чтобы познавать Тебя, Господь, Твою природу, Твой характер, Господь. Господи, благослови сейчас, пожалуйста, служение и приношение, Господь. Каждому, Господи, благослови, обильный, Господь. Это тоже не напрасно, Господь. Это тоже не тщетно, Господь. И благослови, пожалуйста, слово пастырь, Господи, помажь, Господь. Просто будь с нами. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Прекрасные песни. Аминь. Какое вступление? Я тоже чуть не прослезился. Спасибо. Спасибо Господу за Дениса. Он все сегодня сделал. Настроил везде. Вступление сделал. Служитель. Аминь. А мы с вами кто? Хорошо. Хорошо. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарна Тебе за Твое присутствие посреди нас. Мы уже получили, Господи, через песни Твои замечательное ободрение. Мы уже получили через слово вступления слово с небес. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и это слово. Просим Тебя о хорошем пироге с небес, Господи. Чтобы никто не ушел отсюда, не вкусив небесной пищи. И как Тимур говорил в молитве, чтобы это было подкрепление для нашего духа. Спасибо Тебе, Господь. Мы Твоя церковь, и Ты служишь нам с небес своими дарами. И мы рады быть здесь. Благослови нас. Говори, Господи. Говори, Господи. Спасибо Тебе за все. И во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Садись, пожалуйста. Меня слышно всем? Хорошо. Итак, начнем. Евангелие от Луки, 22 глава. Идет последняя вечеря. Еще раз. Идет последняя вечеря. 14 стих, 22 главы. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Идет последняя вечеря. Вы со мной? Несколько часов осталось Иисусу Христу со своими учениками. И мы с вами знаем и много слышали об этой последней вечере. Вы знаете, там много что происходило. Мы с вами видим, что эта последняя вечеря расширена в Евангелие от Иоанна и занимает 13 главу, 14 главу, 15 главу, 16 главу. Подробно там все рассказано. Но мы также с вами понимаем, что невозможно вместить все, что происходило там. Это просто часть. Сегодня мы посмотрим с вами на удивительное слово от Иисуса Христа. И оно для меня, когда я сегодня готовился к этой проповеди, было настолько ободряющим, настолько укрепляющим, радостным. Аллилуйя! И то, что мы слышали сегодня вступление, которое Господь сказал через Дениса, оно в унисон идет со со мной проповедью. И я очень рад этому, потому что Господь говорит, служит нам через дары, которые Он дал. И это Его служение. Вы слышите меня? Это Его служение, не человеческое служение. Еще раз. Это служение Духа Господня, не человеческое служение. Итак, последняя вечеря. И вот один из аспектов, который произошел на этой последней вечере. 24 стих. Как вы думаете, важное время в последней вечере? Важное? Очень важное. Интересные, важные вещи там были сказаны Иисусом Христом. И вот я, ученик Иисуса Христа, нахожусь на этой вечере. И посмотрите, что происходит. 24 стих. Был же спор между ними. Как вы понимаете, был спор? Вы когда-нибудь спорили? Недавно спорили с кем-то, нет? Это что? Что такое? Мне нравится это слово. Вы знаете, мне нравится Библия, что она говорит все так, как есть. Аминь. Она не приукрашивает нас, людей с вами. Она говорит так, как есть. Важнейшее время с Иисусом Христом перед его страданиями. Что мы видим с вами? Спорят ученики. Был же спор. Я хочу сказать, что слово здесь, это не то, что переобмолвились там своими, обменялись своими мнениями. Нет, это действительно было что? Нечто, что захватило учеников. И спор-то был не шутошный. Илюха, так здорово тебя видит. Аминь. Был же спор между ними. Кто из них должен почитаться больше? Аминь. Последние вечери? Аминь. Спорят люди. Кто из них должен почитаться больше? Это важно. Я имею ввиду, это так важно. И я не с иронией говорю. Я говорю, что для нас здесь, людей, живущих на земле, это очень важно. Это один из основных вопросов. И я не удивлен, что там был поднят этот вопрос. А кто же, что? Почитаться. Мне нравится слово, почитаться больше. 25 стих. Он же сказал им. Кто сказал? Иисус. Мне понравилось, как мы с Денисом читали. Он не... Мы сразу все... Не... Аминь. Аминь. Он же сказал им. Цари господствуют над народами. И владеющие ими благодетелями называется. Давайте еще раз. Цари господствуют... Иисус говорит, вот что происходит здесь, в этом мире. И я понимаю ваш вопрос. И он говорит, вот что происходит. Итак, цари господствуют над народами. И владеющие ими благодетелями называется. Мы скажем на слова Иисуса Христа Аминь? Скажем? 3-4. Аминь, Господи. Да. Видно это. Что цари что делают? Господствуют над народами. Что они делают еще раз? Господствуют. Начальник что делает? Для чего вообще в начальнике нужно пробиваться? Скажите мне, пожалуйста. Все правильно? Чтобы... Да. Мне понравилось, как... Я чуть-чуть... У нас... Книга! Книга Даниила. Я чуть-чуть уйду с темы. Но это прекрасно. Это просто... Это просто замечательно просто. Даниила, 6 глава. Он мне обязательно открывать. Я быстро открыл. Угодно было Дарию. Кто такой Дарий? Царь. Поставить над всем царством 120 сатрапов. Это потом объясним. Чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил. И чтобы сатрапы давали им отчеты. Чтобы царю не было никакого обременения. Аминь. Класс. Я хочу быть начальником, конечно. Там классно. Иисус говорит. Иисус говорит. Цари. Что? Господствуют нам народами. И мне нравится еще его слово. И владеющие ими благодетелями. Называется. Благодетель ты наш. Дарий говорит. Поставлю-ка я себе 120 сатрапов и трех князей. Чтобы я вообще о царстве не заморачивался. Просто буду что? Царствовать. Правильно, да? Ученики спорят на последней вечере друг с другом. И их спор заключается в следующем. Кто же из нас больший? И Иисус говорит. Вот так обстоит дело в этом мире. Вот шестой стих. Я хочу, чтобы вы вместе прочитали. Первую часть. А вы не так. Три-четыре. А вы не так. Цари что? Господствую. А вы что? А вы не так. Хороший переход. А вы не так. Это означает. В этом мире. Вот так происходит. А вы что? Вы мои люди что? А вы не так. У вас по-другому. А вы не так. А вы не так. Ибо кто из вас больше? Будь как меньший. И начальствующий как служащий. Еще раз. Ибо кто из вас больше? Ты хочешь большим быть? Тогда тебе прямая дорога быть кем? Меньшим. Ты хочешь начальником быть? А у нас, а у вас не будет так, как в мире. И в ваших семьях не будет так, как в мире. И в церкви не будет так, как в мире. Потому что, когда Саул воцарился, мы видим с вами, что он начал хорошо служителям. А в конце что произошло? Он стал, что делать? Он стал владычествовать. Он стал, что? Царствовать. Это означает, что мне служите. Потому что я царь. Иисус говорит, вот такая ситуация в этом мире. Но у вас, у моих людей, что? Да не будет так. Нет, не пойдет. Да, но вот у них. Я понимаю. Я понимаю. Ибо кто больше, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. 27 стих. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Хороший вопрос. Кто больше? Я официант в кафе или в ресторане? Или тот, кто пришел? Кто больше? Обо мне дело? Или о том, кто пришел? Иисус находится среди своих людей. И что? Он говорит, я служащий между вами. А вы те, которые возлежите. И кто больше, возлежащий или служащий? Поговорите со мной. Возлежащий что? Больше, это значит, что он важнее. А служащий, на него нужно много внимания? Нет, не нужно. Он служащий. Но на самом деле, кто больше, служащий или возлежащий? Я вас не запутал, нет? Все правильно. Вы такие молодцы. Кто больше среди этой компании? Конечно, за Иисус, правильно? Но он кто? Он служащий. Иначе говоря, он последний. Иначе говоря, он больше всех. Но он кто? Он служащий. И в этой ситуации важны те, кому он служит. Но он тоже. Но он велик. Почему? Потому что он больше всех. Но он служит. Понятно? Хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь просили кого-нибудь о чем-то, а потом сильно пожалели об этом? Вы со мной? Просили или нет? А потом сказали, зря я его попросил. Столько воней было. Лучше б, что сам сделал. Зря я его попросил. Зря я его попросил. Лучше б сам сделал. Слушайте внимательно. Поэтому Иисус нас ни о чем и не просит. Я еще раз повторю вам, всем нам, всем нам, всем нам, и всем там, и здесь, и там. Что поэтому Иисус нас ни о чем и не просит. Если вы ухватите эту мысль, я буду очень рад. Она одна из ключевых мыслей этой проповеди. Потому что если нас о чем-то попросить, нас, людей, мы можем начать служителями, а закончить кем? Царственной персоной. Мы можем начать служить, но все наше служение, окончание этого служения будет чем? Я сяду на престоле. Слушайте меня дальше. Это неизбежно. Однозначно. Это доказано и гарантия, что так произойдет. И поэтому Иисус нас ни о чем и не просит. Чтобы мы что-то сделали в Его Царстве. Аминь. Дальше пошли. Иисус говорит, кто больший, возлежащий или служащий? Давайте сосредотончимся на этом слове. Служащий. Кто из них служащий? Иисус. Аминь. У меня такой вопрос вам. Служащий кому? Еще раз. Вы услышали вопрос, да? Не отвечайте сразу. Я имею в виду, можете сразу. Служащий кому? Иисус. Я пока в водичке. Вы думаете, подвох у меня какой-то? Да? Ученикам. Так. Ученикам. Еще раз. Служащий кому? Нуждающимся. Людям. Нуждающимся. Людям. Людям. Отцу. Твоей. Кто сказал? Отцу. Диляра молодец. Твоя жена, да? Твоя жена. Иисус служащий кому? Отцу. Потому что Иисус сам говорит, я здесь для того, чтобы исполнить волю пославшего меня Отца. А волей заповедь пославшего меня Отца есть то, чтобы всякий, видящий меня и верующий в меня, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Иисус говорит, что все, что Отец делает, я делаю. Аминь. Книга Исаии и Пророка, 42 глава, 49, 52, 53. Там говорится, о, я, вот мой раб Господень. Кто, кто, кто понимает, о чем я говорю? А? Вы, вы со мной? Вот он раб Господень мой, который, 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 который к злодеям причтен будет, но он служитель мой. И Господь говорит о сыне своем, что он когда придет, он будет, никто не услышит, никто не услышит его голоса на улицах. И он трости надломленной, что, не переломит, и вот этого льна курящегося, который вот одна искорка, он не угасит. Аминь. Это служитель мой придет сюда на землю, и он будет, что, моим служителем, который будет исполнить мою волю, говорит Господь, Отец Небесный. Вы слышите меня? Это вторая мысль, которую я хочу, чтобы вы сегодня взяли. Кому Иисус служит? Отцу. Результатом Его служения Отцу что становится? То, что Он служит ученикам и всем, которые Его окружают. Я хочу, чтобы вы поняли это. Кому Иисус служит? Небесному Отцу. Потому любит Меня Отец, 10 глава Евангелия от Иоанна, потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою за овец Моих, чтобы опять принять ее. Аминь. Так кому служит Иисус? Небесному Отцу. А результатом Его служения Небесному Отцу, это то, что Он служит всем, которым Его посылает. Это очень важно знать. Очень важно знать. Потому что Бог нас ничего не будет просить. Он всегда будет просить Своего Сына. Аминь. Потому что Сын говорит, что Я иду на крест. И что будут бить Меня и убьют Меня. И на третий день воскресну. Слушайте внимательно. Ожидает ли Иисус благодарности от людей за то, что Он сделает на кресте Голгоф? Другой вопрос. Ожидал ли Он? Я даже по-другому отвечу. Если бы Он знал результат, что никого это сильно-то не коснется, я бы не пошел. Почему? Да потому что Иисус знает, что если Он попросит нас служить с вами, то все закончится чем? Царством. Слушайте. Гарантия, что так будет. Начали как лучше. Хотели как лучше. Получилось что? Как всегда. Итак, Иисус служил кому? Небесному Отцу. А когда Он служил Небесному Отцу, слушайте внимательно, тогда Ему дела не было для того, чтобы примут Его жертву или нет, будут рукоплескать Ему или нет, скажут Ему спасибо или нет, Ему для этого не было никакого дела, потому что Я хочу исполнить волю пославшего Меня Отца. Так важно. Так важно. А когда Я иду в волю пославшего Меня Отца, то у Меня совсем другая сила, совсем другая мотивация, совсем другой результат. Я как-то был, я был в одной церкви, и дам ободрение с кафедры прозвучало, я не говорю вам сегодня, но ободрение с кафедры прозвучало такое, что те, которые чувствуют, что они там нос там подняли, и спрашивают, и спрашивают, кто из них больший, тому помыть подъезд. Нет. У кого сколько этажей? У кого сколько этажей? У нас 17. Нет, 16. Тому помыть подъезд, чтобы смириться. Слышите меня, да? Вот тому помыть подъезд. Вот мой, и смиряйся. Я могу представить. Каждый подъезд, это было нечто в сердце человека. Каждый подъезд. И чем выше поднимался этот человек, тем больше в его сердце возрастало возмущение. Потому что кто моет подъезд? Я. Правильно, да? Я. А Иисус никогда не будет просить Меня что-то сделать. Вы слышите меня? Никогда не будет просить Меня что-то сделать. Потому что я начну, как Саул, и закончу. это очень важно. Очень важно. Слушайте дальше. послание к Колоссянам, 3 глава. Послание к Колоссянам, 3 глава. Послание к Колоссянам, 3 глава. Но перед этим я хотел еще сказать несколько слов. И Иисус говорит, что вот у вас как должно быть. Если ты начальствующий, то тогда что? То тогда ты служащий. Если ты первый, то тогда будь последним. И я хочу еще сказать, что для нас с вами, для ветхого человека, это задача превыше наших сил. Я сразу могу сказать, превыше наших сил. Мы не сможем этого сделать. Потому что для этого нужно нечто совсем другое. Для этого нужна совсем другая сила. Для этого нужна совсем другая природа. Чтобы это получилось, и каждый этаж сиял благодатью Бога, Это должно быть следующее, чтобы оттуда было взято все человеческое, и подъезд мыл Христос. Аминь. Вот тогда это будет. Каждый из этажей будет сиять благодарением и радостью. Знаете, какую? Потому что Христос служит Отцу. И Ему все равно будут хвалить Его люди, скажет Ему спасибо и так далее. И это удивительная благодать, которая есть у нас. Знаете почему? Да потому что мы с вами призваны ходить в той же природе, как Иисус Христос. И я вам хочу сказать, что всякие попытки наши служить людям или своей семье без Божьего обеспечения, закончатся провалом. И мы рано или поздно, у нас будет вырастать эта корона. И мы просто будем огорчаться и сказать, опять я хотел послужить. И опять закончилось это. Чем? Я всех разогнал. И я ненавижу, что происходит в моем сердце, потому что всегда выскочка «Я» идет вперед и все портит. Аминь. Ответьте мне на еще один вопрос. В браке кто больше? Муж или жена? Я спрашиваю... Я спрашиваю не по нашим, а культурным традициям. Я спрашиваю, что Слово Божие говорит. Кто больше? Кто глава? Кто? Муж. Все правильно. Аминь. Муж – голова. Но если он голова и только... Что? Так его голова будет расти и расти. И я подхожу... Давайте разговор. Я подхожу к Господу и говорю, Господи, вот у меня семья. Кто глава там? Господь говорит, ты глава. Мне это важно было очень знать. И Господь говорит, ты глава. Я говорю, ой, как хорошо. А кто первый в семье? Ты первый. Ой, как хорошо. И потом Иисус говорит, но ты будешь последним. О! О! Но ты будешь служителем. О! Почему? Да потому что меня учить не надо, как быть главой. Правильно, да? Я сам знаю, что делать главой. Я сам глава. И у меня есть свои мысли. И я могу всех научить. Здорово? А Иисус говорит, ты первый, все правильно. Я тебя поставим лидером твоей, твоей семьи. Но ты будешь последним. И ты что? И ты больший, но будешь кем? Служащим. Потому что у вас, да не будет так, как в мире. Аминь. У вас совсем другое у нас с вами. Совсем другое. Аллилуйя. Мне очень нравится это. Слышите дальше. Мы здесь для чего в церкви находимся? Я имею ввиду, человек, когда принимает Иисуса Христа, что начинает, какой процесс начинается в его сердце? Бог что делает? А? Погромче. Взращивает. Все правильно. Взращивает своего человека. Когда человек принимает Иисуса Христа, то сразу же в нем рождается новый человек. В нем рождается Христос. И Дух Святой, сила Божья, входит в сердце этого человека. И Господь говорит, ты уже новое творение, а у вас не так будет. В мире так, а у вас что? А у вас не так будет. Потому что ты совершенно новое творение. И я тебя возродил свыше, и теперь возрастай. 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 Чтобы обязательно наступил момент в твоей христианской жизни, когда ты начнешь быть тем, который занимает последнее место, и который, зная, что он главный, будет служителем. Аминь. Вы слышите меня? И это абсолютно здраво, когда верующий в Иисуса Христа не остается бесконечно тем, которому нужно служить. Но когда что? Он начинает исполняться премудростью и Духом Господнем, и начинает служить Христу. Аминь. Не людям. А кому? А Христу. Потому что если я буду служить людям, то тогда мне будет очень важно то, как они реагируют на мое служение. Очень важно. Вы со мной. И вы никуда от этого не денетесь. Никуда не денетесь. Потому что если я принимаю решение сам быть служителем, если я начинаю сам служить, не получится. Однозначно. Рано или поздно я затребую, чтобы что? Чтобы меня отметили. Чтобы меня отметили. Пастор Мати, когда был в Самарканде, там был такой замечательный верующий, и была, звучала проповедь о смирении, и этот верующий на дискуссии, проповедь прошла, и этот верующий на дискуссии, говорит, Пастор Мати, вы так замечательно все говорите. И я всем сердцем, самое, хочу быть смиренным человеком. Но есть одна проблема. И Пастор Мати говорит, что за проблема? Ну так этого никто не увидит. Аминь. Я так хочу быть смиренным человеком, но это же никто не увидит. Иисус говорит, молодец, молодец, ты правильно понял. Когда ты встанешь на последнее место, никого, тебя не увидят, потому что не служащий важен, а кто? Возлежащий важен. И я занимаю последнее место и служу. И говорю, Господи, я служу Тебе. Что Ты хочешь, чтобы я сделал? И Господь говорит, я, во-первых, когда ты принял Иисуса Христа, хочу, запомните, это еще одна важная мысль. Когда ты принял Иисуса Христа, я хочу, чтобы ты, во-первых, начал принимать служение от меня. Запомнили? Потому что среди наших братьев и сестер замечательных, которые ходят в церкви, так много служителей, что просто приходится останавливать их. Аминь. Потому что всем тошно приходится от этого служения. И Господь говорит, послушайте меня, я хочу, чтобы Ты, во-первых, начал, позволил мне Тебе послужить. Помните, Петр не хотел вытягивать свои ноги? Помните, да? 13 глава Евангелия от Иоанна. И это важнейший принцип. И Иисус говорит ему, Петр, ты сейчас не знаешь, что я делаю. После узнаешь. Ты сейчас не понимаешь, кто я и кто ты. Ты сейчас понятия не имеешь. Но Петр в своей натуре, что он говорит? Не умоешь ног моих никогда. И Иисус говорит ему, если я не умою ног твоих, ты не имеешь части со мной. Петр тогда что говорит? Господи, голову тогда и под мышками, и везде. Вымай меня, Господи. Петр это замечает. Он столько наград собирает по сей день. Со своим темпераментом. Все ученики вытянули свои ноги. Петру нужно было выступить. Правильно, да? Для кого он выступил? Для нас с вами. Почему? Потому что мы с вами, во-первых, должны обучиться протягивать свои ноги, чтобы Христос служил нам. Аминь. Если вы не умеете это делать, никогда вы не будете служителем по сердцу Бога. Никогда. У вас могут быть хорошие намерения, они могут целый день продержаться. Но конец однозначно будет эго. Мое эго и царь, который сел на престоле. И это будет точно такое, как Иисус говорит, что цари владычествуют над народами. Это будет то же самое, что происходит во всем мире. Потому что в этом мире хотят царствовать, но не хотят служить. И не хотят полагать свою жизнь. А знаете почему? Потому что нет ни силы, потому что нет ни природы, потому что никто не любит так, как нужно любить. Аминь. И Господь говорит всем нам, прежде, нежели ты станешь служителем, научись от меня принимать служение, чтобы я умывал твои ноги. Как же, Господи, тебе по рангу не положено умывать мои ноги? Петр, много текста. Просто протяни свои ноги. Аминь. не голову тогда умой. Петр, ноги протяни. Слушайте, дальше. для нас иногда бывает очень сложно протянуть ноги Иисуса Христу. Просто сесть и протянуть ноги. И чтобы Он послужил нам. Потому что мы с вами служители, правильно? Ух! Ух! Мы добрые дела хотим делать, правильно, да? Или нет? Правильно? Конечно, все правильно, да? Но только насчет этих добрых дел, возможно, Иисус нас и не просил их делать. А просил нас сначала что? Что, опять приехали мы? А просил нас что? Просто ноги протяни мне. Открой твое сердце. Я послужу тебе. Я облеку тебя в мою любовь. В одежды моей любви. мир Божий, который превыше всякого ума, я дам в твое сердце. Аминь. Протяни мне ноги, пожалуйста. Протяни. Когда ты протянешь мне ноги, и я умою их, тогда Дух Святой взрастет в тебе способность, чтобы умывать ноги кому? Другим. И ты, и это будешь делать уже не ты, а я. Потому что ты не сможешь. Никогда не сделаешь так, как я. послание Колоссянам. И мы не буду говорить, что мы заканчиваем. Итак, послание Колоссянам, третья глава. Иисуса Христа. Смотрите, что предлагается, какое служение предлагается нам принять от Иисуса Христа. 14 стих, третья глава, 14 стих. Более же всего облекитесь в любовь, или иначе говоря, позвольте, чтобы вас облекли в одежду или одели в любовь, которая есть совокупность совершенства. Иными словами, Господь говорит, я хочу, чтобы вы полностью оделись в мою любовь, чтобы вы позвольте мне вас одеть в мою любовь. Когда вы оденетесь в мою любовь, которая, кстати, была явлена на кресте Голгофы, и когда эта любовь и зальется в ваши сердца Духом Святым, позвольте мне вас одеть в мою любовь. Ибо любовь Божья объемлет нас. Позволь мне, тебе ничего не нужно делать, позволь мне просто любить тебя, позволь мне послужить тебе, потому что ты ничего не сможешь делать, потому что я никогда тебе ничего не попрошу, но просто позволь мне, чтобы я облек или одел тебя в мою любовь, чтобы ты там что? Успокоился. Потому что любовь Божия, Александр, это в Калининграде, да, несколько пунктов. Знаете, что такое позволить Богу одеть меня в одежду любви? Это первое, это осознать то, что не я первый возлюбил Бога. А кто? А Он первый возлюбил меня. Иисус говорит, что я пришел взыскать и спасти погибшее. И Иисус дальше говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а что? Чтобы послужить и отдать Свою душу для искупления многих. Потому что Я больше всех. Я сотворил небо и землю и всю вселенную. Но не Я важен, а важен Мой Отец. И исполнение Его воли. Аминь. Позвольте Мне одеть вас в любовь. Не вы возлюбили Меня, а кто? Я возлюбил вас, когда вы были еще грешниками. А второе что идет? Господи, Ты дал мне способность возлюбить кого? Тебя. А потом Ты дал мне способность возлюбить кого? Себя во Иисусе Христе. Принять себя. Возрастай. Возрастай. Протяни ноги Твои. Делатели добрых дел. Протяни ноги Твои. Я прошу Тебя. С этого все начинается. Позволь мне объяснить Тебе, как я возлюбил Тебя во веки веков. И я не изменю своего решения в отношении Тебя. Аминь. Дальше идем. 15 стих. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Очень важный стих. Вы еще со мной? 15 стих. Да владычествует. Слово владычествует. Это тоже слово, которое цари владычествует. Но пускай в вашем сердце мир Божий владычествует. Что дальше здесь написано? Которому вы призваны в одном теле. И будьте какими? Прочитайте со мной, пожалуйста. Какими? Дружелюбными. Знаете, что это означает? Господь говорит в этом стихе. Пожалуйста, позвольте телу Христову послужить вам. Будьте дружелюбны. Аминь. Да, я могу прийти в церковь, как дикий волк. Или волчок, знаете-ка. Я могу прийти в церковь таким взъерошенным, колючим, как ежик. Как? И Господь говорит, пожалуйста, открой свое сердце. Пусть тело Христа, что? Послужит тебе. Потому что церковь – это тело Христа, которому я дал свои дары. И пусть тело Христа послужит тебе. Пусть здоров. И будь каким? Ну, хватит тебе быть волчонком. Ну, хватит тебе быть ежиком. Который пш-пш-пш-пш. На всякую, на всякую инициацию, который выставляет свои иголки. На всякое ободрение. Выставляет свой щит, но не щит веры. Аминь. Вы слышите меня? Да ладно, хватит. Хватит колючки свои показывать. Расслабься. Пускай тело Христа послужит тебе. Познакомишься с людьми. Пастор Шаллер говорит всем, что если вы пришли один раз в церковь, придите, пожалуйста, еще семь раз. Хорошо? Потому что большинство так. Ну, ладно, приду. Пришел? И... Ну, я же пришел. Семь раз еще придите. Подряд. А потом можете... Что? Чуть-чуть увидеть. А если придете еще семь раз по семь, тогда увидите больше. Не судите по одному разу. За один раз дьявол вам не даст остаться в церкви. Он сделает все возможное, чтобы вы шли и жили, как Иисус говорит. Цари господствуют над народами. И все это что? Со вступлений. Суета, суета, суета. Это все. Суета и томление духа. И только царство эго. Царство людей. Которым дьявол обещал, что если вы съедите от дерева познания добра, то вы будете как кто? Как боги. Так и получилось. Съели и стали богами в своих царствах, которых очень много. Аминь. А Иисус говорит, а у вас не будет так. Но мир Божий, который превыше всякого ума, я вложу в ваши сердца, успокою вас. Будьте дружелюбны. Принимайте служение тела Христа. Это хорошее служение. Скафедры. Служение песнопения. Служение на кухне. Правда у нас кухни нет. У нас только столовая. Служение детям. Служение просто присутствия кого-то с замечательным духом легким рядом с вами. Аминь. И не обязательно много говорить. А просто пожать руку. Чуть приобнять. Я мужчинам, мужчинам говорю, женщинам. Женщинам. Шестнадцатый стих. Слово Христово. Итак, мир владычествует? Владычествует. Дружелюбные, дружелюбные. Слово Христово довселяется в вас обильно. Что? Слово Христово. Это что? Это служение Иисуса Христа всем нам. Слово Христово довселяется в нас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга. Псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господов. Семнадцатый стих. И все, что вы делаете словом или делом делайте все во имя кого? Во имя Иисуса Христа благодаря через Него Бога и Отца. Слушайте, внимательно. Мы заканчиваем. Все, что вы будете делать, когда обличетесь Божью любовь, когда позволите успокоить вас и мир Божий будет у вас, когда вы станете дружелюбны с другими людьми, когда Слово Христово будет обильно вселяться в ваши сердца, вы начнете петь и славить и обучать друг друга псалмами, тогда все, что не делаете, делаете во имя кого? Во имя Иисуса Христа. А это означает, что я никогда не устану и не огорчусь, служа Иисусу Христу. Аминь. И заметили меня и не заметили, отметили меня и не отметили, потому что я готов из-за того, что Бог послужил мне, и то, что Он поднял меня и взрастил меня, теперь я могу, что? в Его природе склониться и совсем с другим отношением, совсем с другими мыслями, совсем с другой мотивацией и силой. Могу послужить другому. И начну хорошо, и закончу хорошо. Начну в радости мусорное ведро выносить, и закончу в радости. Аллилуйя. Послушайте, мы с вами живем обыкновенной жизнью. Обыкновенной жизнью. Но в этой обыкновенной жизни мы призваны одерживать необыкновенные победы в Иисусе Христе. Если хочешь быть большим, будь всем кем? Служителем. Если хочешь быть первым, я тебя поздравляю, ты первый, занимай место, какое? Последнее. И никогда не думай, что тебя не заметят. Как этот миссионер, возвращаясь. Он же ожидал что? Что его заметить должны. А вы знаете, я не знал эту историю. Я думаю, я думаю, что Господь ему, значит, там в подвале, или где он молился? Где он молился? Ну, в тайной комнате, что Господь раскрыл ему, как ангелы его приветствуют. Оказывается, это то, что сказано было прекрасно, ты еще не дома. Аминь. А вот когда придешь, когда придешь домой, и когда я произведу через тебя моей силой, Духа Святого, служение людям, и твоей жене, и детям, тогда ты будешь наслаждаться своей жизнью, потому что ты служишь лично мне. И награду получишь от кого? От меня. И результатом твоего служения мне будет следующее, что люди будут благословлены твоей жизнью в теле Христа, в семье, на работе. Потому что ты служишь кому? Мне. Так что не пытайтесь сами по себе сделаться служителем. Сначала позвольте Богу послужить вам, и не бегайте от Него постоянно, делая добрые дела. Потому что ваши добрые дела будут скверно попахивать и совсем не Божьим ароматом. Аминь. И я вытягиваю свои ноги и говорю, Господи, служи мне. я готов. Но еще одно хочу сказать, что ваши ноги не постоянно будут вытянутыми. Господь вам скажет, что? Пошли. Я тут знаю пару десятков ног вытянутых. пошли. Я говорю, с тобой, Господи, пойду. Сам не пойду. Но с тобой пойду. Аминь. Потому что это будет служить ты, а не я. И тогда это будет сладость царства Божьего на земле. Отец наш небесный, спасибо, Господи. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Ты так ободрил нас, Господи, так ободрил нас. Благодарим Тебя за то, что мы можем расслабиться в своих потугах, быть хорошим, делать добрые дела, что-то исполнять, какие-то обязанности в семье. Сами по себе. Любить свою жену сам по себе. Потому что сегодня люблю, а завтра не люблю. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за Слово Твое. Научай нас, пожалуйста, сначала принимать Твое служение нам, чтобы наше сердце наполнилось Твоей любовью, чтобы мы поняли, как Ты любишь нас и как Ты служишь нам каждый день, каждый день, потому что без Тебя мы не сможем сделать ничего. Мы просим Тебя, даруй нам сердце, которое было готово было бы принимать Твое служение от Тебя, от Тела Христа. И также, Господи, даруй нам благодать и потом действовать в том, что Ты вложил в нас любовь, покой, дружелюбие, Слово Христово, песни, сладкий дух благодати. Спасибо Тебе, Иисус. Верим, Господи, что когда мы придем на небеса, нас встретят получше, чем президенты, потому что нас будут встречать облако свидетелей на небесах, которые прожили жизнь вместе с Тобою. Спасибо, Господь, благослови нас. И если вы не знаете Христа, как своего Спасителя, это означает, что я могу ходить в церковь, делать какие-то вещи, но я не знаю лично Христа, я не знаю, кто Он для меня, я не знаю, может быть, даже боюсь Его, и не хочу подходить близко к Нему. А мы говорим вам сегодня, просто бросьтесь в Его объятия, Он любит вас, и хочет спасти вас, и дать новое начало, новую жизнь, новую природу, новое сердце, новую силу. Скажите Иисусу Христу в молитве веры, Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, я верю в Твою любовь ко Мне, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, и воскрес на третий день. Я прошу Тебя, спаси Меня, подари Мне вечную жизнь, войди в Мое сердце, обучай Меня Твоему Слову, благодарю Тебя, Иисус, и во имя Твое Мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.